1917-2017 годы. Уроки столетия. Святые уроки века новомучеников и исповедников Церкви Русской. Прошло сто лет, но, как показывает жизнь, эти уроки для многих людей таки остались неизвестными, а значит и неусвоенными. Кто такие новомученики и в чем заключается их подвиг? Вот главная тема мероприятий, организуемых в этом году и Секульской епархии, посвященных подвигу святых, чья эпоха жесточайших испытаний началась с предательства России 15 марта 1917 года на станции Дно, когда был осуществлен самый настоящий государственный переворот. Сегодня нет в России гонений на церковь, так является ли актуальным и поучительным для современного человека подвиг мученичества и исповедничества за Христа? Об этом в сюжете наших коллег со студии Фавор. Чтобы открыть героические и правдивые страницы нашей постреволюционной истории, высветить героический путь новомучеников, в Исселькульской епархии организовали встречу с уникальным историком, человеком, который всю свою жизнь и труды посвящает поиску и сбору информации о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. Кандидат философских наук, руководитель архива Санкт-Петербургской митрополии Ольга Ивановна Ходоковская, прилетела в далекий сибирский городок Исселькуль и за несколько дней сумела так раскрыть подвиг новомучеников и вдохновить слушателей, что некоторые не могли сдержать слез и благодарили за хорошие примеры к подражанию. Когда начались гонения на Русскую православную церковь, многие испугались и от церкви отошли. Но были сотни православных женщин, которые, несмотря ни на какие угрозы, заточения, пытки, не утеряли веры и не отошли от Христа. Вот мне, например, поразила женщина, которой пять детей выросла, да, вот Екатерина, да, все дети умерли, да, вот, она их выращивала, любила их, отдавала им все силы. Потом раз, ничего, этого она всего лишилась, да, вот она не озлобилась ни на кого, она никого не судила, не рядила, она просто вот осталась до последнего с Богом и все. Вот это мне больше всего понравилось. Казалось бы, сегодня нет гонения на церковь, сегодня православие в расцвете. Так чем же так поучителен и привлекателен для нас подвиг новомучеников, пострадавших и исповедавших Христа даже до смерти? А вы думаете, в наше время нет гонителей христианства? Они есть, но они действуют не мечом, не огнем, не расстрелами, казнями и ссылками, они действуют тем, что отравляют сознание людей. То есть христианство поднимает человека вверх, а современный либерализм с его рассуждениями, с его искусством, а он, наоборот, человека гонит вниз. И разве вот это противостояние людей верующих вот с этим миром, кстати, очень агрессивным, очень назойливым, не является тем же поводом для мученичества, некого внутреннего мученичества? Память о подвиге стойкости, мужества и верности Богу Василькульской епархии решили отметить открыто, совместно с районом. После соборной божественной литургии в полном составе духовенства епархии вместе с горожанами торжественно, крестным ходом прошли от кафедрального собора новомучеников и исповедников российских до городского мемориала жертвам политических репрессий, где епископ Василькульский Русскополянский Феодосий совершил заупокойную литию и обратился к собравшимся со словами «Стойко!» подобно новомученикам противостоять искушениям современного мира. Сегодня мы тоже переживаем вот эти искушения, когда нам говорят из-за границы, что мы должны иметь свободу во всех отношениях, биологическую свободу, даже все низменные страсти должны исполнять, должны поощрять, но мы говорим «нет», потому что у нас есть другое представление о жизни человеческой, что жизнь человека должна быть подобной жизни Божией, жизни Иисуса Христа. Владыку Феодосия единодушно поддержали и главы Силькульского района, и города. Сегодня мы с вами приняли участие в литургии, в пресном ходе, и хотелось бы, чтобы жители нашего района также объединились на решение этих проблем социально-экономических, и занимались укреплением, прежде всего, духовного состояния населения нашего района. Только сильный духом человек способен предъявлять и одолеть все трудности. Сто лет исполнилось новой истории России, сто лет трагических и славных страниц. И только милость Божия, водительство и покров Пресвятой Богородицы, явивший свое покровительство через державную икону, и непременно молитвенный щит и отеческая любовь к своей стране и своему народу, страстотерпца царя Николая, не позволили до сих пор сломить Россию. Вот еще бы и нам стать достойными потомками святых новомучеников и исповедников российских, не предать и не продать свою страну за мнимые блага и достаток, не запутаться в паутине ложных идеалов, агрессивно навязываемых нам извне. Святые новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас! Юлия Фарбштейн, Григорий Долгашов, Веселькульская епархия, студия «Фавор».